Добрый вечер. 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 так что вы сформируете правительство, о чем же разговоры будут внешние вызовы и проблемы, которых невозможно избежать. Армянно-русские отношения сегодня не переживают лучшие свои дни в предыдущих властях. Армения заморозила свое участие в ОТКП, и я бы хотел узнать ваше видение армяно-российских отношений, Евразе, ОТКП и всех других платформ. Спасибо. Очень важно поставлен вопрос, за что я вам благодарен. Знаете, Армения, Республика Армении сегодня находится в правовых договорных отношениях с Российской Федерацией, на уровне регулирования эти отношения уже учреждены, хотя, мягко говоря, они находятся сегодня в хорошем состоянии, и они, большей частью, если не полностью, разрушены. Наша задумка и наш программа состоит в том, что, несмотря на множество вопросов к российской стороне, все эти отношения следует привести в соответствие с договорно-правового базы, который имеется, и при всех этих вопросах перенести их в естественное русло, которое требует взаимопонимания, глубокого диалога в конструктивном смысле, и все нуждаются в нормализации. Очень естественно, что мы на этом этапе, как я уже сказал, можно сказать, находимся в состоянии, когда эти отношения просто не существуют, и поэтому правовые и договорные отношения навык не вернутся. Имея множество вопросов, надо быть готовым и решить их на основе взаимопонимания и диалога, соответствующих. Спасибо. Нарезать иметь право отклика. Я бы хотел также узнать мнение Владыки насчет ОДКБ. Это один из нервных вопросов в арменно-российских отношениях. Напомню, Армения заморозила свое членство в ОДКБ. Если получится так, то движение победит и высадывает и против кого будет ваша позиция в отношении к ОДКБ. Я уже сказал об этом, в чем будут состоять наши принципы во всех отношениях, и в частности внутри орбиты арменно-российских отношений. Ось нашей повестки дня – это армянская повестка, это интерес Республики Армении. Все, без исключения отношения, должны строиться вокруг этой оси. На данный момент наше представление следующее. Все те условия, которые участвуют в договор на правовом поле, должны быть соблюдены. Мы на них останавливаемся, и затронута вам и тема принадлежит именно к этой области. Невозможно выйти из орбиты круга этих вопросов, потому что они требуют глубоких многослойных веществ, диалога. Но все это должно быть на конструктивном уровне, повторяюсь, на основе взаимопонимания вокруг оси интересов Республики Армении. Спасибо. Пожалуйста, напомню еще раз, если вы хотите слушать перевод, там есть «Глобус». Спасибо. 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 Вы меня слышите? Да, слышим, все в порядке. Пожалуйста. Добрый день, Владик. Мой вопрос следующий. Как вы готовитесь дойти, достигнуть смены власти, когда вы видите, что широкие массы сегодня не упоют на улицу? То есть давлением улицы, достигнутой победы, представляется затруднителем. Какие вы несете изменения, если удастся, смена власти вокруг переговорного стола с Азербайджаном? Какие вы несете изменения в эти переговоры? Спасибо. Спасибо, Владимир. Спасибо. не согласен на счет того, что народ или массы не уходят на улицу. Это движение имеет достаточно широкую поддержку и есть видимая и невидимая сторона этой поддержки. Естественно, наши действия нацелены на то, чтобы в итоге присутствия и наличия широких масс, стало бы более ощутимо. Что касается переговоров, переговоры не имеют места быть на данный момент. Сегодня есть просто диктат силы и последние события. Вопрос разделения разграничения и демаркации во всех аспектах, во всех смыслах происходит с нарушениями и правового поля и простой логики, а также политического поля или безопасности. Мы сегодня свидетели того, как власти Азербайджана просто говорят с позиции угроз и принуждения. Последний пример этому не будет мира, если не будут проведены конституционные изменения. На фоне несуществующих переговоров мы должны приступить к реальным переговорам с реальной повесткой дня. Я не согласен. И это уже видимо, что переговоры в Факумене парматически существуют. Их нет. Наша важная обстоятельность настоит в том, что мы готовы сделать переговоры реальными и многосторонними. Спасибо. Мария, у вас в правой реплике. Расмус Камбек, независимый журналист. Меня видите? Да. Я сам себя вижу. Большое спасибо за это. Я бы хотел задать следующий вопрос. В случае того, если вы станете лидером Армении, какие будут внесены изменения в процессе демаркации и разграничения? Я, учитывая, что ОБС оказал поддержку в процессе демаркации. Спасибо. Я уже высказал, что реальное разграничение демаркации не имеет места быть. Сегодня происходит одностороннее принуждение и политика уступок под угрозой применения силы. Наша цель, наша задача – поменять всю логику процесса и достичь реальных переговоров. Любая страна приветствует ту политику, которая ведется этими странами, которые сейчас находятся в состоянии конфликта. Именно присутствие ОБСЕ предельно важно в качестве выступающего гаранта этих переговоров. Есть ли прямые разговоры или нет, эти прямые переговоры проходят под прямым принуждением со стороны власти Азербаньяна. Хотя суть нашего радикального изменения состоит в том, чтобы переговоры стали реальными, соответствовали международным критериям, а также с привлечением гарантов. ОБСЕ – очень важная платформа, которая может стать важным гарантом этих переговоров. Я повторяюсь, сегодня, как таковых, демаркации и разграничения не происходят. Происходят односторонные уступки под угрозой применения силы и принуждения. У вас есть что добавить? И да, просто хотел бы просто добавить, ваше позволение. Когда мы говорим, я бы хотел просто добавить, что такого рода отношения, односторонными уступками, угрозами, принуждением невозможно достичь мира. Если мы стремимся к миру, мир прежде всего должен быть оговорен, определен. Надо дать определение мира прежде всего. Если хотят заключить договор о мире, это должно стать первым шагом, после чего последуют остальные шаги. А что должно быть включено в текст этого договора, не может быть демаркации и разграничения в отсутствии такого договора. И лишь после этого придут к решению, как должен быть выглядеть мир без гарантов. Это нелогично. Спасибо. И вопрос до Гоку. Азербайджан сказал, что они хотят, чтобы Армения отказалась от идти к минской группе ОБСЕ. Это нечто, к чему вам хотелось бы возвратиться? В чем будет роль ОБСЕ или минской группы? Спасибо. Уже несколько раз я сказал, что без гарантов то присутствие уже существующей созданной минской группы предельно важно. Международные гаранты уже существующая платформа, что закрепит переговоры, будут проходить более транспарентно и с большим частью доверия не будет одностороннего принуждения угроз то, что сейчас происходит. Именно по этой причине Азербайджан хочет избавиться от миссии гарантов или наблюдателей, просто уничтожить это и идти путем, которое они сейчас преследуют, без переговоров. Я повторюсь, это очень важная обстоятельность. Имитация видения того, что переговоры имеют место быть созданы, на самом деле переговоров нет. Мир уже разработал систему, предоставил возможность, которая представлена для минской группы. Это специально, которая разумеется, что вrrhe, как мы хотим. Силвия Болтук. Силвия? Пожалуйста, специально в Евросия. Мы хотим. Силвия, вам слово. Вы нас слышите? Карлан Канселен. Силвия Болтук, специально в Евросия, для того, чтобы вы слышали. Силвия Болтук, специально в Евросия. Пожалуйста, мы вас слышим. Так как вопрос был предоставлен заранее, я могу сказать, что в случае отставки премьер-министра Ашиняна возьмёт ли на себя этот пост архипестов Казахстанян и в чём изменится позиция Казахстана? Я уже ответил на этот вопрос. Политика, то, что сейчас происходит, не существует как таковой на уровне переговоров. Наше желание, наша программа состоит в том, чтобы вернуть их в реальное переговорное русло. К столу переговоров сегодня у Армении нечего сказать в этом контексте. Абсолютно никакого настроя на взаимные уступки. Даже признание обоюдной территориальной ценности не выдвигается. Я должен подчеркнуть, что переговоров как таковых не существует абсолютно. Есть диктат, принуждение, угроза применения силы. И это никак не может быть основой для мира. Будет ли поддерживать, продолжать подход от переживания от России, если займёт должность премьер-министра? И будет ли преследовать цель вступления и сближения с Евросоюзом? Я не думаю, что это правительство имеет проблему смены вектора. То, что мы видим, просто является стихийным, разболтанным, ситуативным метанием. Наша цель и программа иметь долговременное, надёжное, положительное, конструктивное отношение со всеми партнёрами по всем направлениям. Очень важная тут есть деталь армянской повестки дня. Все эти отношения должны соответствовать интересам армянского народа и республики Армении. Мы не можем исключать также наличие диаспоры. У нас есть наши соотечественники разбросаны по всем странам мира. Их присутствие уже говорит о том, что волей-неволей все эти страны, в первую очередь, являются друзьями республики Армении. В отличие от сегодняшних властей, чья политика непонятна миру, наша проблема повестки состоит в том, что, придерживаясь оси армянской повестки дня, иметь понятную, долговременную, стабильные отношения, позитивно настроенные, основные на взаимопонимании, не хаотические, не ситуативные, не стихийные, со всеми партнёрами по всему миру. Мы уже зачитали два вопроса от Сильвии. Теперь следующее будет Седа Мавьян, пожалуйста. Скорее всего, она нас слышит. Вопрос следующий. Почему вы не поехали в зону бедствия? И как вы оцениваете действия правительства в зоне бедствия? Для зоны бедствия мы предприняли несколько программ, которые реализуются также со стороны благотворительных организаций. Об одной из них, о фонде Тару Кяна, мы сделали уже объявление, хотя не хотели об этом облашать. А что касается действий правительства, во-первых, надо понять, почему вообще произошло это бедствие. В этом смысле мы можем сделать несколько предположений. Первое касается некомпетентности правительства. Они не смогли предпринять превентивных бедствий, чтобы масштабы бедствия не были такими. А какие иные меры они предпринимают, они невидимы. Вопрос в том, не в том, чтобы разгрести последствия, а в том, чтобы работать превентивно. Слава Богу, наука достаточно продвинулась, и все это можно изменить. Губернатор Лори сделал объявление, что рассматривалась возможность выпуска воды из резервуара и возможное наводнение. Мы видели это объявление, но, как и во всех остальных случаях, и, кстати, это касается всех из действий, она относится ко всему спустя рукава, и при возможности в действиях превентивных масштабы бедствия могли бы быть не такими разрушительными. Это радикальный вопрос, фундаментальный. Речь касается восприятия правительства, потенции правительства. Вопросы надо предотвращать, предугадывать и предотвращать, а не идти за разгребанием последствий. Я стараюсь зачитать вопрос Артура Шалакова. Если Артур на связи, он может сам его зачитать. Артур Аваков из НГ. Я зачитаю вопрос, так как он предоставлен заранее. Как именно вы собираетесь стать премьер-министром Армении, учитывая ваше канадское гражданство и отсутствие голосов в парламенте за импичмент Пашиняна? Арт Шалакеле, оказавшись во главе Армении, как вы собираетесь договариваться с Азербайджаном, который до этого неоднократно грозил Еревану войной, если тот не будет идти на уступки. Я думаю, что в широком смысле я уже ответил на этот вопрос. Мы должны повторить нашу готовность к реальным переговорам. По части первого вопроса, это движение более чем смены власти, это цивилизационное целое, это движение, которое имеет содержание ценностное, это не стремление добиться к власти. Более того, цель изменения системы ценностей, общественного восприятия, морали. И в этом смысле я хочу также сказать, что в определенном смысле мы делаем все, чтобы все происходило в рамках закона, уважения, права. Но не надо забывать также, что при всем уважении к силе закона зачистую сила права выше силы закона. Это народное движение, и народное движение само по себе, соответствуя всем этим критериям, приведет дело к логическому завершению. Наш Господь говорит, что не человек создан для этого, а закон создан для человека. Спасибо, Владыка. Христос Константинидис из Греции задает следующий вопрос. Христос, если вы на связи с Арцахом. Армения находится в очень странном припутии, в трудном положении. Последствия поражения в войне 20-го года превышали к 20-м году, к потере Арцаха. Азербайджанство имеет больше, завладение больше. А у Армении нет выбора, и регион того, что стал первым, что вы сделаете, чтобы предотвратить еще одну войну и не стать еще одной страной, поддерживающей Турцию и Израиль. По всей видимости, Россия не поддерживает Армению в этом, потому что правительство стремится к Западу. Шристос Константинидис задавал вопрос. Да, но я думаю, некоторые определенные смыслы, которые мы рассматриваем, мы при ответим на этот вопрос. Деталей здесь огромное количество, начиная с войны 20-го года. Необходимо отметить, в первую очередь, что война не закончена. Неокончена, это очень важное обстоятельство. Поэтому всегда помнишь, как такая война, она еще продолжается, она продолжается и будет продолжаться. И чем дольше это правительство власти, тем длиннее будет эта война, чем дольше она будет продолжаться. Некоторые характеризуют ее как война, которая проистекает из определенных обстоятельств и распространяется и продолжается. То есть необходимо, в первую очередь, предотвратить, закончить войну. Процесс создания мира, миросоглашения должен происходить в реальности, а не в имитационных реальности на данный момент. Это очень важная обстоятельство. В нашей стране, начиная с 2020 года, война не останавливалась никогда. Она продолжалась все время и продолжается, не только с физической точки зрения, но и с точки зрения еще и духовно-моральной. И также в наших международных отношениях, во всех направлениях, проигранных, кстати, все это видно. То есть остановка войны, превращение войны в процесс, который для нас больше не существует, очень важно. Реальный мир очень важен. Мир, который будет стоять на крепких основах. И я думаю, что то, что мы говорили, действительно исходит из глубины вопроса с точки зрения переговоров, с точки зрения определения повестки альтруистической и так далее. Я еще раз отмечу, что да, действительно, мы исходим из процесса состояния мира, может быть, устраняя вот эти последствия. Хорошо, спасибо большое, Ваше Преосвященство. Сейчас у нас обсуждение. Пожалуйста, передерживаясь правил работы онлайн, нажимайте на кнопку «Поднять руку», поднимайте руки, задавайте вопросы, пожалуйста. Мы на связи, да, я надеюсь. Хакоб Асатрен. На связи. Хакоб, пожалуйста, слово вам. Если вы нас слышите хорошо, можете задать вопрос, пожалуйста, я просто прочту, если вы не сможете. Добрый день, Ваше Преосвященство. Не думаете ли вы, что кроме отставки Пашиняна, вы также должны представить обществу серьезную политическую программу, которая даст возможность понять, как вы будете выводить Армению из этой ужасной ситуации, ужасного политического и геополитического кризиса, учитывая, в частности, то, что движение, которое вы начали в связи с делимитацией, демаркацией, занятой протестами в Иване, правительство продолжает эту делимитацию и демаркацию, и практически нет возможности это предотвратить. То есть, есть ли какие-то механизмы для превращения этого процесса? Спасибо. В первую очередь, то, что мы не так заняты протестами и митингами. Все это движение, в первую очередь, нацелено на предотвращение этого процесса. Мы всегда говорили, что данное движение родилось именно с целью решения проблемы. Не в Кирянтии, в Баскепаре, а в Ереване, потому что заканчивается в Кирянтии, в Баскепаре, но распространяется движение на всю территорию Армении, на весь армянский народ. То, что мы делаем сегодня практически, нацелено именно на это, на предотвращение. Других причин нет. Второе. Мы провели уже, то есть, мы представили повестки на два больших митинга, пытаемся представить и будем представлять, как мы рассматриваем видение развития Армении. Мы также представили отдельную информацию касательно данного движения, пытаемся понять, как оно будет работать. В первую очередь, мы должны создать правительство солидарности. Правительство солидарности, естественно, на основе правосудия, должно создать первый фронт. А фронт будет заниматься созиданием, восстановлением системы. И вот это новое правительство солидарности и мира повысит на серьезный уровень международные процессы, международные отношения Армении на региональном уровне с соседями, с центрами силы мировыми, может быть. И третий элемент – это правительство солидарности в определенный период времени должно подготовиться к неочередным выборам для того, чтобы обеспечить равенство с начального уровня для всех политических партий, партий, которые захотят участвовать. Опять же, на равных основах. И опять же, эта организация, это правительство будет создано из людей, которые не будут пытаться прийти к власти только, а будут прямым образом осуществлять свою миссию и посчитают свою миссию, законченной на момент, когда ни с административной точки зрения, ни с других каких-либо точеских зрений не будут иметь ничего в результате. И будут, конечно, организованы честные, правовые, открытые выборы. Вот так. Отвечать будете, Якуб? Анна ответит. Анна Карапетян, да, пожалуйста. Анна Карапетян, журнал «Европа». Вы отвечали на ответ «ТАСС», сказали, что полностью расстроены отношения с Россией из-за пашинянской жласти и правительства. Необходимо также отметить, что эти отношения были расстроены еще с учетом изменения интересов со стороны России на Кавказе в частности. Не думаете ли вы, что мы не можем быть членами организации, членами организации, другие члены которой поздравляют Азербайджан с освобождением Карабаха в частности? И не думаете ли вы, что если мы останемся в этой организации, мы не можем ожидать поддержки со стороны Европы, гарантии безопасности, поддержки с технологиями и так далее? Все? Да. Ну, как уже было сказано, наши отношения должны быть достаточно надежными, дружескими и нестихийными, хаотическими. Я бы хотел еще раз сказать, что у нас огромное количество вопросов к российской стороне, и отношения должны быть предсказуемыми. Еще раз, то есть, должны быть двусторонние отношения, не односторонние. Есть проблемы, необходимо их решать. Что касается развития в других направлениях, естественно, наши отношения должны развиваться без негативных подходов. Мы не должны быть против чего-то. Должны быть за. И самый важный вопрос состоит в том, что в центре всех отношений должны быть именно армянские интересы, интересы республики Армения. не просто исходя из определенных обстоятельств, а системно, всесторонне подготовлено так, чтобы мы являлись надежными партнерами. То есть, мы не поворачиваемся спиной кому-то, лицом к западу или к востоку. Очень конкретно, в том же направлении всегда. Армянские интересы, армянское повествие. То, что будет служить нам. Спасибо, Анна. Да, спасибо. Если позволите, Владыка, многие до сих пор как бы в ожидании. Может быть, они не хотят выходить на улицу, спускаться на площадь просто из-за одного, да? То есть, вы не говорите иногда, какое будет правительство в будущем. Это понятно, хорошо. Но, может быть, возможно намекнуть как-то, потому что многие боятся слепо к вам присоединиться, и они не участвуют, воздерживаются, чисто и движение не становится сильнее из-за этого. Спасибо. Но этот вопрос имеет право на жизнь и не имеет право на жизнь. С другой стороны, потому что я вам скажу слово еще. Мы отмечаем имена, говорим о людях. К сожалению, наша реальность такова, что люди становятся просто целями. Мы даже не знаем, мы навредим этим людям, или они могут прийти и поспособствовать. Иногда это все как бы сужается, и зависит от каких-то людей, как вы думаете. Сегодня Республика Армения – это наша жизнь. Это борьба за жизнь, в первую очередь. И, естественно, действительно, если вот за этим вот большим основным вопросом люди замечают это, они присоединяются, все присоединяются, без каких-либо таких причинных связей. Никогда не говорили, что следует слепо за мной и так далее. Но логика наших шагов, наших действий об этом говорит. То есть, когда придет время, когда придет время внедрить нашу программу, наши подходы, может быть, мы и назовем некоторых людей. Эти люди есть, с ними все обговорено. Насколько вы можете быть информированы, если вы следовали нашему движению, мы встречались с большим количеством разных групп, представляющих разные интересы, нам рассказывали о разных повестках, представляли, что можно сделать, давали имена. Эти имена, кстати, есть. Они популярны. И мы, когда придет время, опубликуем эту информацию. А вот когда вы говорите «многие», я, честно говоря, не понимаю, о какой цифре речь, о каком количестве. Возможно, есть люди, которые думают в этом направлении. Но есть многие, для которых центральное направление, это, конечно, Республика Армения, основная ось, это право на существование. Спасибо. Анна была с нами из ОРР. И следующий вопрос, Матэс Раубен, Дарио, Армения. Пожалуйста, я задам вопрос, прочту вопрос, там проблемы со связью. Были насильственные репрессии и нарушались права, во многих случаях, за последние несколько недель. Что вы ожидаете от друзей Армении, стран друзей Армении и всемирного сообщества с этой точки зрения? Ну, в первую очередь, ожидания более чем важны, но мы удивлены, честно говоря, что наши дружественные страны, цивилизованные страны, также защитники прав, разные организации, просто они видят или не хотят видеть то, что творится в Армении. Начиная с политзаключенности и репрессий, и нарушений прав, и, в частности, то, что творилось вот недавно. Мы очень четко видим в рядах полиции просто самое экстремальное выражение насилия, пыток по отношению к члену парламента. Мы просто видим своими собственными глазами, как людей избивают. Люди, экс-министр сельского хозяйства, который находился там, просто пытался предотвратить стычки. Я вот не хочу сейчас использовать какие-то слова для оценки, но это просто людей бросали на дорогу и избивали никаких уголовных дел, ничего. Было внутреннее наследование, просто один случай среди всех этих огромного количества случаев, и мы действительно удивлены, действительно, что эти огромные деньги, которые тратились на полицию, для каких реформ? Для этих? Это так часто, абстрактно. Я представлю, это действительно очень такой легитимный вопрос, ответ на который мы не получили. на что тратились эти суммы, эти средства на реформы, которые выглядят так? Естественно, мы будем использовать все наши возможности для того, чтобы репрессии по отношению к людям приостановились. и люди да, ограничили свободу движения для католикоса, чисто исходя из миссии этого человека просто, была ограничена именно религиозная духовная миссия, то есть просто миссия, которая является конституционно описанной, в первую очередь, армянского патриарха не пустили куда-то и попытки вести себя так, это просто открытое нарушение закона и нарушение прав человека в целом и с точки зрения также свободы передвижения и совести, ну, были определенные оценки со стороны общества, но другие оценки были, я не слышал. Хорошо, спасибо большое. Уважаемые коллеги, можете задавать ваши вопросы в чате, также оставлять, я просто буду зачитывать ваши вопросы, если есть таковые, пожалуйста, можете поднять руку и задать вопрос. Кстати, Христос Константинидис к нам опять присоединился и Нарек Голостян поднимает руку, я вижу, можете это делать также в зуме, пожалуйста, агентство ТАСС, Нарек, не слышно, Нарек, микрофон включите, пожалуйста, сейчас меня слышно, сейчас слышно, пожалуйста, ну, даже если пропаганда властей все время показывает, что за вами, за вашим движением владыка стоят какие-то геополитические силы, я не знаю, к счастью или к сожалению, такой поддержки нет, это очевидно, потому что мы пытаемся провести параллели с 2018 годом, там эта поддержка была очевидна, двусторонняя, кстати, да, то есть поддержка была. Мой вопрос в следующем, для стран с неразвитыми институтами без внешнего, без внешней повестки, без внешней поддержки, возможно достичь смены власти? Если бы не было возможно, то мы бы сейчас не были на площади. Мы не должны обсуждать, возможно или невозможно. Мы обсуждаем необходимо или необходимо. То есть необходимо или необходимо, невозможно или невозможно, необходимо или необходимо. И вот именно эта необходимость диктует необходимость ухода этих властей. Ну, было бы очень желательно, если было государственное мышление, после всех этих провалов, они бы ушли, и не мы дошли бы до этого. Но, как я уже сказал, это борьба за жизнь. Вот сейчас наша жизнь под опасностью, и мы двигаемся вперед с чисто армянской повесткой и пытаемся решать проблемы у нас внутри, в первую очередь, потому что это больше, чем смена власти. Это борьба цивилизаций. Это борьба с систем ценностей. Мы именно с этой точки зрения действительно регрессировались, серьезно отставали. Мы находились в деградационном режиме, в аотическом деградационном режиме, при хаосе, при ненависти. Вы знаете, мы также о солидарности говорим, в частности, смирении и солидарности. правосудия, и правды, и свержении власти лжи. И вот поэтому ставим в стороне, возможно или невозможно, необходимо или необходимо. Вот как необходимо задавать вопрос. Спасибо, Нарек. Что-нибудь в ответ? Нет, спасибо. Хорошо, другие вопросы, пожалуйста. Ашот Сафарян. Питайте, к нам присоединитесь сейчас. Покажите Ашот и Нарек, правильно. Добрый день, меня нормально слышно? Да, слышно. Спутник Ашот Сафарян, пожалуйста. Спасибо, Владыка. Министерство иностранных дел дел делал объявление буквально несколько часов назад в ответ на требования Алиева в отношении к нашей Конституции, нападки, я не боюсь сказать, говорит, что единственный путь устранения сомнений, это мировое соглашение, как можно скорее оно должно быть подписано, и армянская сторона готова за один месяц разработать текст и подписать соглашение. Так вы прокомментируете. Это возможно? Такой сценарий возможен за один месяц? Спасибо большое. В первую очередь, я не слышал объявления, честно говоря. Действительно не слышал объявления со стороны иностранных дел, но, наверное, аналитики и политаналитики сейчас пытаются как-то отреагировать, но то, что сказал президент Азербайджана, не относилось к уровню переговоров или к достижению чего-то через переговоры. Президент Азербайджана просто в императивном тоне выдвигает ультиматум. Это будет, если вы поменяете конституцию. Вот, поменяете конституцию, а мы подумаем о мирном соглашении. Насколько я знаю, ничего не обсуждается по общению. Насколько диктуют и требуют. И вот в такой ситуации и принуждают. Как вы представляете себе мирное соглашение через месяц? Во-первых. Во-вторых, о каком мире идет речь вообще? За какую цену? Что будет там написано в этом соглашении? Как это будет происходить? Мы не в силах решить вопросы делимитации и демаркации еще. Не в силах решить вопрос совместных каких-то карт и так далее. То, что происходило, это не делимитация. Это просто сдают земли Азербайджан. И что? В ответ ничего. Что сегодня говорил глава правительства? Говорил, что два с половиной деревни мы сдали. Они снизили уровень риска. Кстати, снизим. Не устранили риск, а просто снизили уровень. Это означает, что... Это по-человечески просто сказать. Означает, что если раньше там стреляли 10 раз, сейчас будут стрелять 3 раза. Это просто абсурд. Абсурдная ситуация, где диалога быть не может. И не существует между сторонами, кстати. Есть угрозы, есть принуждения под угрозой применения силы. Я не знаю, по каким основам они рассматривают вот такую возможность такого соглашения через месяц. И какой текст будет в этом соглашении. Очень интересно. Да, и, кстати, не забываем о том, что множество раз азербайджанская сторона на президентском уровне, ну, в частности, на президентском уровне, много раз говорила, что все эти процессы должны происходить по нашим повесткам, как мы скажем, в соответствии с нашими требованиями. И это так и происходит до сих пор. Как мы видим. Хорошо, спасибо большое. Ашот, ответьте. А сейчас Акоп Асатриан. Пожалуйста, включите микрофон, первая часть. Да, спасибо большое. У меня вопрос, Владыка. Вот вы вообще как-либо общаетесь с представителями власти? Они пытались с вами связаться, обсудить какие-то вопросы, достичь каких-то соглашений по каким-то вопросам, что-то предложить просто? Да, мы просто открыто задавали вопросы, но отдельно нет. А что, когда процесс начинался, глава правительства, глава страны посетил Воскепар и Киранц, ничего там не говорил, никаких обсуждений, просто поехал туда и пригрозил тем же жителям, у которых украл голоса, не боюсь сказать, просто обещал что-то, а сделал совсем другое. В 2021 году, как и ни во время выборов, ни в правительственной программе, ни в программе политической партии, ничего нет об этих процессах. Никакой информации. И наоборот, касательно Арцаха и других вопросов, написано у них в программе. И вся эта повестка, она сейчас перевернута просто. Они не отклонялись от нее, потому что они не смогли что-то сделать там, или ошиблись где-то, они просто все перевернули. И сделали все наоборот. И сегодня мы пытались получить ответы от госучреждений разных. И не только эти ответы не были даны, они даже не захотели встретиться, потому что, мне кажется, у них этих ответов просто нет. Спасибо. Акоп, видим, Гайна Сарксен поднимает руку. Просто один очень важный момент о дипломатической миссии в Армении. Например, международные организации и так далее. Вы пытались с ними встретиться, представить диалогию движения и так далее? Ну что, я вижу, что реакция международных организаций не так активна. Честно говоря, не сказать, что, если не сказать, но очень пассивно. Вообще, следят за процессом, но молча. Ну, у нас есть всеармянская дипломатическая группа. Экс-дипломаты с разным опытом, которые работали в разных странах. И вот, начиная с позавчерашнего дня, они встречались с разными дипломатическими миссиями, посольствами и международными организациями. Эти отношения развиваются. Они представляют сущность движения, требования движения, для того, чтобы осветить процесс широко. И мы не так удивлены, честно говоря, что международное сообщество следит за этим молча. Мы не удивлены. Именно сохранение такого подхода или такое поведение нормально и понятно, потому что это внутренняя проблема, и мы должны решить ее дома, так сказать. Так же, как и мы определили для внешнего мира, то наиважнейшая повестка для нас – это армянские интересы. Интересы Армении. Это внутренний процесс. То есть, если они отреагируют каким-то образом на нарушение прав человека, которые сейчас имеют место в Армении и очевидны для всех, то мы просто оценим такие шаги. Ничего другого мы от них не ожидаем. Хорошо, спасибо большое, Акоп. С Вашим позволением мы идем дальше. Алексей Мамвелян, BBC, пожалуйста. Я выслал вопрос, но я задам его еще раз. Хотите ли вы отрегулировать отношения с Азербайджанами, как вы собираетесь это делать? Спасибо. Ну, я уже несколько раз это сказал. Я возвращаюсь к этой теме еще раз. Нет никаких отношений с Азербайджаном сейчас. Ни переговоров и ни отношений не существует. Хорошо. Вы как планируете этот вопрос решать? Понятно, нет отношений. Мы знаем, что сегодня. Как вы планируете... Можно я закончу? Да, пожалуйста. Мы на стороне реальных переговоров. А реальные переговоры должны происходить с реальными людьми и в рамках реальных отношений, а не в имитации этих отношений. Я даже описал механизм развития этих отношений. Я сказал, что все это должно происходить в совместно согласованной повестке по всем вопросам, которые сейчас существуют. И вот посредством обсуждения мы действительно переведем стороны к тому, что будет подписано реальное мирное соглашение, а не посредством принуждения и угрозами к применению силы и использованию этой возможности. И еще одно очень важное обстоятельство состоит в том, что эти переговоры должны происходить также в присутствии гарантов. И мир создал лучшую платформу. Это ОБС, Минская группа. И мы должны привести эти отношения к логике переговоров о непринуждении под угрозой применения силы, как это происходит сейчас. сходя из обстоятельств, наверное. Спасибо. Да, комментарии. Есть еще один вопрос, если можно. Я извиняюсь, можно я закончу. И сейчас мы говорим о реальном мире, не о том, который практически не существует до сих пор, является продолжением войны. Как вы относитесь к присутствию... Извиняюсь, к выводу русских пограничников территории Армении из аэропорта Зварднуц? Ваше отношение, пожалуйста. Спасибо. Еще раз, как я говорил, армяно-российские отношения, могу сказать, проживают не лучшие дни, если не худшие, конечно. У нас огромное количество вопросов нашей российской стороне, огромное количество. Но есть еще и соглашения, соответственно, есть правовая часть этих отношений. И все эти вопросы должны быть заданы в среде взаимопонимания, на уровнях последовательности и развития. И отношения, они разрушаются односторонне, всегда. Они разрушаются двусторонне, и, соответственно, должны быть основаны, должны быть основаны, взаимопонименными отношениями. И вне зависимости от того, кто на другой стороне России или другие страны. То есть это не отдельный вопрос, не частный вопрос, это не один эпизод. Это последовательность действий, ваше отношение, наши переговоры должны основываться на них. Спасибо. Господин Мавелян, двигаемся вперед. Пожалуйста. Если хотите что-то добавить, пожалуйста, вносите время. Я хотел сказать, знаете, ну, они покинут территорию Армении до августа. Ваше отношение. Ну, я сказал то, во что мы верим. Есть огромное количество вопросов, деталей, которые необходимо задать, решить, обсудить. И эти вопросы, они создают проблемы в наших отношениях. И эти вопросы должны быть заданы на высшем уровне. Но не враждебно, как я уже говорил, не в режиме против чего-то, а наоборот, в положительном спектре, нацеленном на урегулирование, улучшение. Я повторяюсь, должна быть именно армянская повестка, интересы республики Армении. Хорошо. Спасибо большое, господин Мамвелян. Двигаемся вперед. Гайяне Саркисян понимает руку. Пожалуйста, Гайяне. Звук сначала включите. Владыка. Да, представьтесь, пожалуйста, Гайяне Саркисян. Риста один. Насколько вы представляете возвращение в отношениях, ну, знаете, с Азербайджаном, в первую очередь, возвращение наших пленных, возвращение в Арцах вопрос был. Уже четыре года практически у нас пленные до сих пор. Эти власти, они тогда еще обещали вернуть их всех домой за несколько месяцев. Но четыре года прошло. Вот где основные инструменты к урегулированию отношений. Мы об этом говорили, когда я говорил, вот, повестка, одна из пунктов в этой повестке, это именно соглашения, которые будут способствовать мирному соглашению. Без таких соглашений мира не будет. Вот на что необходимо обращать внимание. Это очень важно, потому что нет пленных в Армении. Ни военнопленных, ни других. А другая сторона, Азербайджан прямым образом сейчас пользуется этой ситуацией. То есть у них наши парни в плену. И если есть положительное отношение, если есть доброта в этих отношениях, то один из важнейших элементов, центральных элементов в процессе к движению к миру, это именно возвращение пленных. Но они пользуются этой возможностью, чтобы нам диктовать. И все зависит от того, что будет положено на стол реальных переговоров. как эти переговоры начнутся и как мы будем проводить эти переговоры. Еще раз я хотел отметить этот момент. Это очень важный вопрос. Возвращение военнопленных, пленных, все другие вопросы, они не будут решены, если нет реальных предпосылок для переговоров. Если нет таких переговоров. А их нет, они не существуют. Как вы представляете себе возвращение военнопленных, если вот вопрос делимитации и демаркации, который, кстати, не делимитация и не демаркация, происходит в принуждении с одной стороны по отношению к другой. Принуждение к изменению Конституции. Как мы можем говорить о возвращении пленных, если они требуют изменения Конституции? На каких основах? Это просто невозможно. В данном случае все зависит от желания президента, от капризов властей Азербайджана. Захотим, вернем, не захотим, не вернем. Поэтому речь идет о реальных переговорах. И один из центральных вопросов это возвращение военнопленных в первую очередь. Спасибо, Ваше Преосвященство. Мы должны закончить, потому что время у нас ограничено. Если у вас есть что-то добавить, пожалуйста. Нет, я просто благодарен всем, всем участникам. К сожалению, из-за технических проблем наши отношения не ограничены, но мы надеемся, что будет возможность поработать со всеми в будущем. Спасибо огромное за участие. Спасибо и переводчикам, кстати, у нас хорошая команда переводчиков, и, конечно, PC Media. Спасибо за платформу, спасибо за возможность, спасибо всем огромное. и думаю, вскоре мы еще раз встретимся. Спасибо большое всем. Мэнк Кханди Бэнк.